В Гомельской области сегодня увидены в эксплуатацию еще один бассейн. После амаль трехгадовой реконструкции наведывальников принял спортивный объект у Мазыры. На урожистом открытии побывали наши корреспонденты. История Мазырского бассейна подобная на историю многих других аналогичных установ. 40 лет тому его для своих работников побудовало одно из мясовых предприемств. Потом дом стал коммунальной майомостью, при чем за минулый час тут не было ни одного капитального ремонта. Коли стало ведомо, что ДАЗ находится в аварийном стане, бассейн закрыли. Причем все разумели, так и объект Мазыру вельми потребный. И как элемент социальной инфраструктуры, и как спортивная установа. Мы совершенно славимся своими спортивными традициями. В бассейне было подготовлено за 25 лет в честь мастеров спорта. 19 кандидатов мастеров спорта, 124 спортсмена перворазрадника. Также наших 11 половецов участвуют и принимают участие, включены в состав нашей белорусской команды. Основный участок сродков, необходимый для масштабной реконструкции, выдатковал областный бюджет. Плюс допомога мясового бюджету и сродки, заробленные на трех районных субботниках. Огульная сумма, накерованная на реконструкцию за три года, к рыху больше 6 миллионов 800 тысяч рублей. Теперь в Мазырском бассейне можно навод проводить с поборницей международного узровня. Хоть у первую шаргу ее различены на мясовое населенство, и не только на спортсменов. У нас было время выслушать пожелания всех мазырян. И будут, конечно, нововведения. Во-первых, бассейн начнет свою работу с 6.15 утра, для того, чтобы и в утреннее время при желании могли люди попасть перед работой. Нововведением также является и то, что начнется обучение деток до трех лет. Будут обучать плаванию наш тренерско-преподавательский состав. Услышали мы пожелания нашей медицины. Будут оздоровительные группы для поддержания детей, у которых есть проблемы по здоровью. Опять же будут открыты группы акваэробики, ну и многое-многое другое. У рамках реализации программы научения плаванию школьников в Мазырском бассейне уроки будут проводить и для наученцев Лельшинского и Петриковского районов. И таки момент бассейн обсталяванный усим необходим для занятков у им людей за межаванными физическими махчимостями. Что тычется дальнейших планов областного галинового управления, то бюджетные сродки будут накеровываться на капитальную реконструкцию уже иснуючих бассейнов. У первую шаргу размова идти об трех объектах у Гомели. Будет решен вопрос и закрыт вопрос с бассейном на улице Портовая за центральным спортивным комплексом, нашим стадионом центральный, и по Новобелецкому району, где, конечно, тоже уже предприятие когда-то передало, да, бассейн Гомель-Древо. Но пришло время уже и на него смотреть. Мы закрыли его к эксплуатации полтора года назад. Уже разработали проектно-сметную документацию, она у нас на руках. Мы уже понимаем, какой объем финансирования нам надо вложить по этому бассейну. Дельфин, конечно, наш многострадальный, никто о нем не забыл. И, конечно, к этому бассейну мы тоже вернемся, хотя, конечно, бассейн очень сложный. Дарыш и побыш с бассейном у Мазыры ты день тому открыли еще и дитячую гольнявую плясоку. По сути, это один и комплекс, который создает умовы для занятков физкультурой и спортом. У детей городок используется великой популярностью.